Добрый вечер. Когда у нас нет вопроса, мозг не ищет ответы. То есть вопросы нужно формулировать для себя. Для себя. Нужно формулировать вопросы, формулировать цели. Тогда мозг начинает ориентироваться. Так, у нас есть какие-то цели, у нас есть вопрос, запрос, надо что-то с этим делать. А когда мы просто, это что, крик души? Или это что, просто поделиться? Это что, просто описать ситуацию? Ну, описали ситуацию, дальше что? Ну, поделились, ну, прокричали. Понимаете, да? То есть это не для того, чтобы себя ругать, это для того, чтобы вам было понятно, как это работает. Если нет вопроса, ответа не будет никогда. Поэтому цель какая? Чего хочется? Вы говорите новых подруг. Второе. В соответствии с этим что? Что нужно сделать, чтобы завести новых подруг? Отлично, прекрасно. Где сегодня знакомятся люди? Люди сегодня знакомятся на всяких конференциях, семинарах, тренингах. Люди знакомятся в виртуальном пространстве. Люди подходят к друг другу так же. Женщины, не только мужчины к женщине подходят. Женщины так же подходят друг к другу. Я так с одной девушкой познакомилась уже сто лет назад, она сама ко мне в ресторане подошла. И такая завязалась дружеская беседа. То есть вот такими способами. Какой из этих способов самый доступный для вас? Люди знакомятся под постом у меня. Вот недавно был пост география. Уже несколько дружб сложилось. Сначала виртуальных, конечно же. А потом и реальных. Когда люди летают друг к другу в гости. Ну то есть способы, цель завести подруг. Каким образом люди знакомятся. Отлично. Что из этого мне доступно? Что из этого я начну использовать прямо сегодня и сейчас? И начинаем. Как перестать беспокоиться о том, что есть дети, знакомясь с парнем? Вы за себя беспокоитесь или за парнем беспокоитесь? Смотрите, дети являются помехой, потому что вы их считаете помехой. Как только вы перестанете считать ваших детей помехой, они перестанут быть помехой. Для этого я создала сборник сториз, который называется «Замуж с ребенком». Совершенно бесплатный, болтается в профиле Инстаграм. Поэтому заходим, читаем истории и понимаем, что никакие дети не мешают отношениям, мешает голова и самооценка. По-моему, их даже два этих сборника. Два сборника, где девушки делились историями, как они прекрасно выходят замуж с ребенком. Я даже помню, кто-то писал, что-то четыре раза уже выхожу, с каждым разом все больше детей, а я все выхожу и ухожу. А кто-то пишет «Боже, тут без ребенка никак не выйдешь замуж и одного раза кто-то уже там с тремя, с четырьмя детьми, пожалуйста, замуж только и ходит. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда». Выходить замуж – это стратегия, кстати. Выходить замуж – это стратегия. Не выходить замуж – это тоже стратегия. Дело не в детях вообще, дело в женщине. Конечно, есть мужчины, которые изначально заявляют, что я не хочу женщину с ребенком. И это прекрасно, потому что мужчина не пудрит мозги. И он знает, что у него любви хватит только на одного человека. Может быть, кстати, и ни на одного не хватит. То есть здесь тоже под вопросом. Я всегда это приветствую. Не надо этого бояться, пугаться, тушеваться. Потому что когда мы зайдем на место женщины, и много таких историй было, я ими периодически делюсь, для того, чтобы вы стали лучше понимать мужчин. Когда мы становимся на место женщины, которая пишет «я ревную к бывшей, я ревную к детям, он делится с ними деньгами, он там по выходных к нам, на выходных, простите, их берет к нам, он с ними проводит время, он с бывшей перезванивается, переписывается, я ревную, я не могу успокоиться, и что с этим делать, и помогите». И ничто не помогает. Что здесь мы видим? Мы видим детский подход. Когда женщина подписывается сразу, быстренько, лишь бы быстрее, главное быстро подписывается на детей, на бывшую, на то, что он будет делиться деньгами и так далее. А потом уже в браке, и уже иногда появляется и свой ребенок, она вдруг очнулся гипс. Блин, а я же не выношу разговоры с бывшей. А я не выношу, я ревную, я начинаю, у меня там все внутри переворачивается, когда деньги и туда, и сюда, а там еще эти дети начинают болеть. А им то это надо, то то все надо, и короче вот так. Что здесь мы видим? Что человек не подумал, не рассчитал, подписался на вот то, чего не знал, а потом расхлебываем. Так что я всегда сторонник вот этого четкого, честного подхода. И если мужчина сразу говорит, что нет, с ребенком не для меня, отлично, спасибо ему, лучше так, чем вот это вот, «Ой, ребенок, а ты ему время уделяешь, а не мне». Когда человек не согласен, он понимает и отдает себе отчет, что в нем вот столько любви, и на двоих ее не хватит. Это не про вас, что вы какая-то не такая, недостаточная, недостойная, плохая, непривлекательная и неинтересная. Это про самого человека, не может он любить, он будет ревновать, он будет обижаться, он будет беситься, он будет думать, что вот там этот ребенок как напоминание другому мужчине. То есть это дело в человеке, он не справится с этим, и он сразу об этом заявляет. И прекрасно, к вам это не имеет никакого отношения. Большая часть и мужчин, и женщин все-таки способны любить не только своего партнера, но и то, что его сопровождает. Мужчина любит детей с женщиной вслед за женщиной. Если у мужчины не складывается с детьми с женщиной, значит дело в женщине, что-то в этих отношениях не то. Женщины прекрасно выходят замуж с разным количеством детей.